МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика. С новостями понедельника вас познакомят наши журналисты и я, Елизавета Хмелева. Смотрите сегодня. Модернизация технологии и кадры. Основной залог успеха. В Чубашии начал работу Всероссийский форум медиков. ЖКХ. У жителей столицы накопилось множество проблем в этой сфере. Разобраться пытаются прокуроры. Тюркский Новый год. Мусульмане-чувашии празднуют Навруз. С официальным визитом в столицу прибыла министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Сегодня в Чубаксарах открылся форум по вопросам медицинской реабилитации. Медицинская реабилитация как средство снижения смертности и инвалидности населения – главная тема обсуждения. Началась рабочая поездка министра с посещения ведущих медицинских учреждений республики. Страпы самолетов, туфлях по снегу и сразу за работу. Вероника Скворцова в окружении своих помощников и первых лиц Чуваши отправилась оценивать работу медицинских учреждений столицы. Первый на очереди – президентский перинатальный центр и первый на осмотре – будущие мамы. Здоровья, чтобы все было хорошо. Хорошо в центре во многом благодаря современным программам модернизации, отметила Алла Самойлова. Благодаря программам модернизации еще дополнительно помогли порядка пяти ультразвуковых аппаратов всех высокого класса, опять-таки возможность ранней диагностики, выявления ранней патологии и опять-таки решение вопроса, где эта женщина будет рожать. Не обошла модернизация и отделение выхаживания недоношенных детей. Его переоснастили и обогатили новым оборудованием. Шесть блоков для реанимации новорожденных детей. Опять-таки, они все здесь, они все друг друга видят, они обмениваются полностью всей информацией. Модернизация, конечно, прорыв колоссальный и технологии помогают. Но самое главное – профессиональные кадры, отметил Михаил Игнатьев. Поэтому и работа налицо. Правда, есть к чему стремиться и над чем работать. А для этого необходимо расширить территорию центра. Сегодня акушерский стационар. И если мы пристраиваем к нему высокотехнологичный, только высокотехнологичный болт, а здесь сделаем палаты, то тогда хорошо спокойно замкнуть всю республику. Второй на очереди – санаторий Чувашия-курорт. Осмотры начали с грязей. Бассейн, ванны со специальными гейзерами и другие кабинеты санатория направлены на реабилитацию пациентов и их скорейшее выздоровление. Правда, без развития, расширения и дополнительной поддержки здесь не обойтись. То, что 1200 человек ходили, вот сегодня ходит, например, 160 километров. Будем, видим, да. Самое главное. Сегодня год кадров здесь, салатовой фонд. Республиканский детский центр восстановительного лечения тоже направлен на реабилитацию, только самых маленьких. Основные пациенты центра – дети с неврологической патологией, но работа ведется и по другим направлениям. Вероника Скворцова наглядно оценила работу специалистов. Еще раз гнили. Молодец. Погнать киса, ой, киса. Мяу, мяу, говорит киса, да? Наш санаторий «Республиканский детский лесная сказка» находится на финансировании бюджета республики. И поэтому вот на том санатории мы предполагаем развить реабилитационный этап для детей раннего этапа. Поскольку там есть условия мать и дитя, развить там до трех лет. Последний и, пожалуй, один из самых значимых объектов оценки – это Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, где ежедневно выполняется порядка 30-35 высокотехнологичных операций. Здесь все на высшем уровне, отметили специалисты. Работа с пациентами ведется круглосуточно. У меня был двусторонний коксатрос сразу, и я из-за второго сустава вынуждена была использоваться. А так, конечно, в течение двух месяцев уже с костылями можно... Нет. Сейчас, после операции боли нет. Но сейчас надо ходить на костылях в течение двух месяцев обязательно, а там уже по состоянию здоровья. Высокотехнологичное оборудование Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования доступно всем. Это еще раз отметили на встрече с федеральным министром. Ольга Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня в Чувашии разработаны пять реабилитационных маршрутов для больных с сосудистой, кардиологической, онкологической патологиями, проблемами неонатального периода и травмами. Однако медицинская реабилитация – процесс индивидуальный. Для каждого пациента выстраивается своя схема. Лишь в этом случае можно добиться эффекта. Мало кому сегодня придет в голову, что Лена Иванова, трехкратная чемпионка Паралимпиады 2012 года, бывшая пациентка Республиканского центра реабилитации для детей и подростков. Несколько лет она приходила сюда с диагнозом ДЦП. Эффект от реабилитации мог наблюдать весь мир. В центре Лену помнят и гордятся. Мы Лену помним, она лечилась в этом центре, и мы тоже хотим быть похожи на нее. Мы даже смотрели, как она выиграла Олимпиаду, как она прославила чуваши. Я стараюсь на нее быть похожа. Хочу, как она же, выиграть Олимпиаду, прославить Россию. Близнецы Вадим и Данила ходят в центре уже 10 лет. Родственники не верят своим глазам. Мальчики не то что ходить, сидеть не могли самостоятельно. Первый раз попали мы сюда в 2002 году, когда нам было полтора года. И мы вообще, можно сказать, сидели, мои мальчики сидели нам на моих руках, ничего не могли делать, ходить не могли. В общем, вот прошло 10 лет. Эти 10 лет мы достигли очень многого благодаря этому центру. Мы вот уже ходим, Вадим уже по центру бегать самостоятельно, сам уже начал. Данилка, правда, со мной за одну ручку, но тоже благодаря этому центру, сотрудников этого центра всему многому научились. Сегодня в центре все ребята с ограниченными возможностями здоровья проходят целый комплекс реабилитационных процедур. Широко применяются методы физиотерапии с использованием современных аппаратов, лазеротерапии. Бальнеотерапии, массажи, лечебной гимнастики и физкультуры. Заметный эффект дают костюмы Адели и Гравистат, пневмокостюм Атлант. Я уверена, что в этой рамочке появится новая фотография нашего воспитанника. И мы будем гордиться им так же, как паралимпийской чемпионкой Леной Ивановой, студенткой Института культуры Аней Кулалаевой. Аня Кулалаева стала и заботливой мамой здорового ребенка. Катя Ворошилова стала лауреатом премии «Филантроп». Коллектив нашего центра нацелен на результат. И иногда мне кажется, что наши сотрудники больше радуются успехам детей, чем сами дети. Чем раньше начато лечение и восстановление больного после перенесенного заболевания, тем ощутимый эффект. В первую очередь это относится к пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения. К сожалению, инсульт помолодел. Так случилось с Василием, который в одно далеко не прекрасное утро перестал ходить, говорить. Сейчас он проходит уже второй курс реабилитации в городской клинической больнице номер один. Полгода назад я не разговаривал, не ходил. Сейчас уйдите сами. Сегодня я хожу и разговариваю. Спасибо врачам и десестрам. Надеюсь, скоро буду на работе. Постановление после инфаркта разного рода травм, ограничивающих двигательную активность других заболеваний, процесс долгий, но при правильном подходе приносит очень хорошие результаты. Елена Гальперина, Леонид Клейман, Андрей Шоклев, Андрей Спиридонов. Медицинская реабилитация как средство снижения смертности и инвалидизации, по мнению специалистов, одно из самых актуальных направлений развития отечественного здравоохранения. Однако приходится признать, что в этом плане Россия заметно отстала от других стран. Необходимо наверстывать упущенное, причем делать это на примере регионов, которые уже внедрили у себя передовые модели, в их числе Чувашия. Выстраивать систему многоэтапной реабилитации в республике начали давно. Соответствующее отделение, центры, специализированные учреждения появлялись, закрывались, оптимизировались, оснащались, модернизировались. В конечном итоге медики и пациенты Чувашии получили модель, признанную во всей России. Этот регион мы можем назвать сейчас золотым эталоном. Для всей страны, модельным регионам, поскольку за несколько последних лет в республике произошел прорыв в развитии медицинской реабилитации. Выстроена трехэтапная медицинская реабилитация. От реабилитации в острейшем периоде заболеваний до амбулаторной реабилитации, реабилитации в санаторно-курортном звене. Специалисты солидарны. Медицинская реабилитация – процесс всеобъемлющий. В него входит все лечение больного, за исключением разве что профилактики. Начинается он в реанимации, а продолжаться должен до тех пор, пока организм пациента отзывается на предпринимаемые меры. Разумеется, чтобы сделать медицинскую реабилитацию доступной, необходимо решить ряд проблем. В частности, обеспечить это направление квалифицированными кадрами, соответствующим оборудованием. Первый шаг уже сделан. Восстановительное лечение вошло в программу обязательного медицинского страхования. Впрочем, эффект от каждого вложенного рубля настолько очевиден, что в Чувашии намерены максимально увеличить количество реабилитационных коек. Реабилитационные, высокотехнологичные методы лечения позволили в первую очередь нам снизить инвалидность, первичную выходную инвалидность в республике. Добиться экономического эффекта. И в среднем, если можно это посчитать в целом, то мы оцениваем только эти технологии в экономическом эффекте более 2 миллиардов рублей. Но самое главное, это, конечно же, сохраненные человеческие жизни. И только благодаря внедрению сосудистой программы, реализации сосудистой программы, нам удалось сохранить более 3,5 тысяч жизней. Елена Гальперина, Леонид Клейман, Республика. Сегодня же министр здравоохранения России Вероника Скворцова и глава Чувашии Михаил Игнатьев провели рабочую встречу, на которой обсудили перспективы дальнейшего развития здравоохранения республики. В частности, такого направления, как реабилитация. Михаил Игнатьев поблагодарил главу Минздрава за поддержку коллег из Чувашии. Датации составили около 5 миллиардов рублей. В республике модернизировано каждое второе медучреждение. Разговоры о погоде у россиян скоро станут такой же частью этикета, как у британцев. За воскресенье и ночь понедельника в республике выпало до 12 миллиметров осадков. Это половина месячной нормы. За два дня с улиц города вывезено 17 тысяч тонн снега. На уборке техника была задействована круглые сутки. В ночную смену на улице вышло более 70 единиц машин. По данным синоптиков, такая погода в марте почти норма. Климатическая весна в нашем регионе наступает только в начале апреля, когда среднесуточная температура будет выше нуля. Такую погоду, уверяют синоптики, стоит ждать не раньше первого апреля. По их мнению, март ответил за январь и февраль. Они-то как раз оказались теплее, чем ожидалось. Подобный сценарий весны был больше века назад, в 1898 году. Сейчас метеорологи изучают предварительный прогноз по паводку. Пока данные говорят о том, что уровень половодия будет выше среднего. Возможен неблагоприятный сценарий. Кроме погоды, еще одна тема, обсуждаемая постоянно – ЖКХ. Сегодня эти проблемы выросли до размеров настоящей эпидемии. В прокуратуру города и республики, а также жилищные инспекции поступают сотни жалоб на управляющие компании от жителей. Зачастую в конфликт вынуждены вмешиваться прокуроры. Очередной правовой час с участием представителей жилищной инспекции, Минстроя Чувашии, Государственной службы Чувашии по конкурентной политике и тарифам местных администраций прошел в Национальной библиотеке. К местной управляющей компании у жителей дома номер 7 по улице Гузовского – это в северо-западном районе Чебоксар – претензий больше некуда. Завышенные платежи, огромные долги за квартиру и еще много других вопросов, на которые самостоятельно найти и ответы жители дома уже не могут. 466 рублей я отдаю каждый месяц, за что, я не знаю. Я пробовала связаться с компанией. Во-первых, у нас жилищник обанкротился. Во-вторых, передали нас к вертикали. И я связалась с бухгалтерией. Куда же идут эти деньги? Ну, сказали, в общем, может быть, обслуживание территории, затем скамеечки там, урночки поставите, причем квадратные метры, вот это огульно распространяется на расчетный счет. Пенсионерка Любовь Дмитриевна, так же, как и многие чебоксарцы, задается вопросом, откуда в ее платежке нескончаемые долги. Устала толкаться в очередях, осаждая вместе с другими горожанами разные инстанции. Надеется, что прокуратура проведет проверку по ее обращению. В последнее время население, которое вовремя оплачивает коммунальные платежи, недовольно. Как управляющие компании работают с доложниками. Многие жители высказывают предположение, что эти долги ложатся дополнительным бременем как раз на добросовестных плательщиков. А еще собственники часто задаются вопросом, как рассчитывается плата на общедомовые нужды за электроэнергию и воду. У меня, например, в течение месяца я трачу горячую воду 2 куба. Я доплачиваю дополнительный счет 2 куба. Это 100% накрутка. Я пришел в компанию свою, я говорю, ребята, если я ухожу в отпуск, я забираю свою мать на стройчеловеку, все равно вам будет накрутка 2-3 куба. Те организации, которые осуществляют снабжение коммунальными ресурсами, то есть получается ресурсонабжающие организации, должны в принудительном порядке устанавливать в многоквартирные дома как общедомовые приборы учета до 1 июля этого года. А собственники в то же время должны обеспечить доступ этих ресурсонабжающих организаций к местам установки прибора учета. Так и индивидуальным прибором учета. Понимаете? Просто, с другой стороны, если мы с вами будем обсуждать, какой собственник пустит к себе домой представитель ресурсонабжающей организации. Ведь эти жилища у нас неприкосновенно и могут просто-напросто не пропустить. По словам сотрудников прокуратуры, их личное общение с населением продолжится до тех пор, пока количество нарушений прав граждан в сфере ЖКХ не уменьшится. Пока же об этом даже думать рано, только за три последних месяца. По инициативе прокуратуры возбуждено более 10 уголовных дел в отношении руководства управляющих компанией Чебоксар. И, судя по всему, точка в этом коммунальном противостоянии будет поставлена еще не скоро. В субботу по всей стране прошли митинги и пикеты КПРФ. Коммунисты и их сторонники вышли на улицы, чтобы принять участие во всероссийской акции протеста против роста цен и тарифов на услуги ЖКХ. Поддержали акцию коммунисты Чувашии. Митинги были в 17 районах и городах республики, в том числе в городах Чебоксара и Новочебоксарск. В столице республики митингующие собрались на площади республики у памятника Ленину. Главной темой всех выступлений стало «нет росту цен и тарифов, даешь государственный контроль за ЖКХ». 17 апреля в Нижней палате парламента с отчетом должен выступить председатель правительства России Дмитрий Медведев. В связи с этим событием пришедшие на площадь дали свою оценку происходящему в стране и подготовили предложение правительству. Перед собравшимися выступил и депутат Госдумы, первый секретарь Чувашского резкома КПРФ Валентин Шурчанов. Он затронул проблемы, сложившиеся в жилищно-коммунальном хозяйстве, с долгами промтрактора, говорил о предстоящем налоги на недвижимость, который должен быть введен с 1 января 2014 года, законопроекте о детях войны. По итогам этого митинга собравшиеся приняли резолюцию. В ней требования к президенту России, правительству, Госдуме и руководству Чувашия. Пользуясь вот этими митингами, принято решение Центрального комитета о том, чтобы узнать, какие вопросы интересуют народ, как народ реагирует на те самые проблемы, которые в стране есть, каким образом оно отзывается. Поэтому мы сегодня хотим выслушать не только мой доклад, который уже прозвучал. Мы хотим, чтобы рядовые люди выступили и высказали свое отношение к работе правительства Российской Федерации. А после этого партия будет принимать решение, как мы себя должны повести, как должны выступить, какие требования поставить перед правительством. Тема заявлена именно как ЖКХ, потому что это вызывает наибольшее недовольство народа, потому что тарифы растут, у народа нет зарплаты, нет доходов. Так вы прекрасно это понимаете. А тем более есть очень много фактов злоупотребления, приписок с точки зрения. Нет нормального учета. Это вот сама проблема общедомовых расходов, общедомовых так называемых, ОДН, она замучила людей. И люди сейчас ставят вопрос, чтобы отменить вот это 354-е постановление правительства, которое было принято. И действительно в Государственной Думе, кстати, принято обращение Государственной Думы о том, чтобы это 354-е постановление правительства, чтобы отозвало. Мы хотим, чтобы отрегулировать эти все моменты за счет народа, управляющей компанией, тем более, как бы, энергокомпании не должны жить. Мусульмане всего мира празднуют Навруз, самый большой из всех праздников поклонения солнцу и огню. В субботу глава Чувашии провел рабочую встречу с муфти Москвы Центрального региона и Чувашии, членом Общественной палаты России Альбер Хазрат Карганова. На встрече обсуждались вопросы сохранения межконфессионального и межнационального согласия в республике. Муфти передал искреннее приветствие главе республики от мусульман Чувашии и рассказал о состоявшемся в марте в Чебоксарах Совете имамов Чувашии. «Для нас важно укрепить в наших приходах традиционный ислам, чтобы не было чуждых нашей вере проявлений», отметил Альбер Хазрат Карганов. На встрече муфти также рассказал о своей деятельности в Общественной палате России. В Чебоксарах представители национально-культурных центров и гости из соседних регионов приняли участие в празднике Навруз – тюркском празднике весны и начала Нового года. Там побывала и наша съемочная группа. На большое празднование Навруза в Чебоксары приехали мусульмане со всей республики. Каждый привез с собой лучшее, что отражает быт и культуру тюркских народов. Представители национально-культурных центров на празднике не только пели песни, но и организовали настоящие застолья. Выбор на плов пал не случайно – это национальные блюда таджикской, узбекской, кирьизской и азербайджанской кухонь. На празднике его смог попробовать каждый желающий, независимо от национальности. В праздник наступления весны и на душе должен быть праздник, считает Сульхия Бешмадова, студентка Чувашского педуниверситета. Она же рассказала и о суманак – главном блюде навруза. Если это кушанье из сладких пророчных пшеничных зерен в этот день стоит на столе, то целый год в семье не будет проблем с едой. Мы к наврузу очень долго готовимся, а так как у нас суманак очень долго готовится, мы его прямо зимой вставим на подокошко, поливаем зернешку водой, чтобы оно расцвело. Вот как видите, оно очень хорошо расцветает. В праздник прощают обиды, плохие слова. Если есть долги, с ними надо рассчитаться. Пока хозяйки угощали всех национальными блюдами, на сцене выступали лучшие коллективы. В празднике приняли участие представители Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана и Татарстана. Туркмены, живущие в Чувашии, считают ее своей второй родиной. Многие здесь получили высшее образование и остались работать. Навруз, Байрам, уже туркмены, Чувашии, уже исправляют второй раз в республике. У нас, как говорится, уже в том году мы как-то сами сделали в ДК Усай, а сегодня к нам присоединились азербайджанцы, узбекская диаспора, потом таджикская диаспора. Но дай Бог, чтобы мы год за годом всегда делали праздник. Заканчивается Навруз началом полевых работ. Но пока не наступили трудовые будни, празднующие придерживаются приметы, очень похожей на русскую. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Сколько веков существует Навруз, столько и существует поверье. Чем веселее и радостнее он пройдет, тем щедрее будет к людям природа. Олесь Русакова, Евгений Анисимов, Республика. В субботу в Буинском районе Татарстана отметили 150-летие со дня рождения Ивана Юркина. Основоположника национально ориентированного образа мира, одного из первых творцов концепции этногенеза чувашского народа, известного чувашского прозаика, поэта и фольклориста. Иван Юркин родился в 1863 году в Буинском районе Симбирской губернии. Свой первый рассказ написал в 23 года. Основной труд Юркина – сборник чувашских народных песен, куда вошло более тысячи текстов народной лерики. Он издал пять сборников чувашских пословиц и поговорок, сказок и анекдотов. Юркин был исследователем и знатоком быта язычников Чувашей. Известный уже в те времена этнограф, был избран членом общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. Мы очень благодарны за мы, внуки и правнуки. Мы всегда помнили и помним, и мы всегда готовы поддержать, содержать и готовы продвигать его дело дальше. После Троицы мы собираемся встретиться, обсудить окончательно план график окончательный, уже не просто проект, а уже и окончание строительства. Хотим передний забор поменять, полностью все фасадные кровлю поменять и сделать внутренний. Это была последняя информация на сегодня. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok